Всем привет! Начинается новый влог. Приятного просмотра. Надеюсь, он вам понравится. Сейчас я жду курьера. Он должен мне привезти интересную посылочку. Вместе с вами, конечно же, распакуем. Все покажу. Ну а после мне очень хочется вместе с вами устроить зыринг в магазине Эльдорадо. Это, сразу говорю, не реклама. Просто мне нужна новая плита. И я хочу с вами проконсультироваться. Мне очень важно ваше мнение, какая у вас, девчонки, плита. Плита раздельная, либо слитная. Потому что я сейчас смотрю, да, если выбирать какую-то новую кухню, то там в основном отдельно духовой шкаф. Это очень удобно на уровне глаз. И варочная поверхность, которая уже вот непосредственно в гарнитур как бы врезана, да. Как это правильно сказать, даже не знаю. И я читаю, какую выбрать. Цельную, либо раздельную. Там и там есть какие-то свои плюсы, минусы. И мне было бы интересно почитать ваш опыт, какую плиту вы выбрали. Нравится вам, не нравится. Может, вы в полном восторге, что мне ее сейчас порекомендуете. Мне нужна газовая. Сразу говорю, не электрическая. Поэтому, девочки, я на вас рассчитываю. Поделитесь опытом использования плиты. Может, есть какая-то определенная модель. Прямо напишите. Я обязательно присмотрюсь. А сегодня мы с вами спустимся, чтобы понять ценовую политику. Чтобы допросить консультанта. Какую, что, кто это делает. Как они там разные трубы идут. Не знаю, в курсе он или нет. В общем, поузнаем. Ну и, конечно, я вам покажу не только плиту, но и все, что там есть. Приценимся. Может, вы что-то интересненькое для себя хотите приобрести. Но, к сожалению, нет времени походить по магазинам. Тут я вам помогу. Ну что, ждем курьера и отправляемся в путь. А вот и моя посылочка, которую я жду с утра. Как вы видите, это бренд Blanks. В общем, я хочу осветлить себе зубную эмаль. Сделать красивую улыбку. Я консультировалась со стоматологом. Спрашивала, можно ли мне осветлить зубки. Она сказала, что она у меня довольно-таки эмаль тонкая. Поэтому, если мы будем ее осветлять именно в стоматологическом кабинете, то я буду действительно ощущать дискомфорт, боль. А я этого не хочу. Я этого очень боюсь. Поэтому я искала в интернете, как можно безопасно и безболезненно осветлить зубную эмаль. Вот наткнулась на бренд Blanks. Знаете, очень хорошие отзывы. Это итальянское производство. Здесь нет никаких компонентов, которые могут повредить эмаль. И безопасный состав. Без всяких агрессивных компонентов. И, что самое главное, там было безболезненно написано. И, причем, знаете, мне оказали консультацию. Я им прислала фото своих зубов, как они сейчас выглядят. И мне подобрали вот такую вот систему. Давайте посмотрим, как это все упаковано. Чтобы вы уже понимали. Будете заказывать. Ну, смотрите. Я хочу протестировать. И только после этого я еще буду снимать отдельное видео. Я сфотографирую свои зубки до и после. Вот так вот выглядит Blanks Glam White. Звучит прекрасно. Посмотрим содержимое. Внутри вот такой вот тюбик. Дальше есть еще саше. Несколько штучек. Сейчас я все достану. Смотрите. Вот такие вот саше. Дальше это капы. Ну, как все хорошо упаковано. Какие они молодцы. Все в своем домике. Значит, вот сюда я, видимо, буду наносить эти капельки гель. И тестировать. Я обязательно все посмотрю. Так. И, конечно же, инструкция. Давайте посмотрим. Ну, собственно говоря, здесь все и узнал. В общем, девочки, буду тестировать бренд Blanks. Осветлять свою зубную эмаль. И совсем скоро расскажу вам о результате. Надеюсь, вам будет интересно. Хочу вам еще сегодня рассказать про наушники. Потому что лично я ими пользуюсь практически каждый день. Здесь у меня три пары с Алиэкспресс. И вот эти беленькие. Это классические, оригинальные айфоновские. Они мне очень нравятся. Вообще, самый мой любимый вкладыш. Именно их очень удобно. В них можно хоть весь день проходить. Ушки не болят. Никакого дискомфорта нет. Так что, ну, не буду на них заострять внимание. Они идут в комплекте с айфоном. Просто смысл в том, что реально они крутые. Не надо ни на что другое менять. Вот эти уже с Алиэкспресс. Смотрите, классные наушники, которые я покупала много лет назад за 100 рублей. Я была уверена, что они быстренько выйдут из строя. Поэтому заказывала прям несколько. Ну, мой любимый вкладыш. Опять-таки, при монтаже это очень важно. Потому что иногда он занимает несколько часов. И вот сидишь в наушниках, уши болят. А тут все очень комфортно. Если ссылочку на них найду, то обязательно оставлю. Потому что они достойные, яркие. У меня, по-моему, еще где-то розовые такие лежат. Ну, и, конечно, сейчас век беспроводных гарнитур, наушников, чего только нет. Никаких проводов. Все очень удобно. И я заказывала с Алиэкспресс вот такой вот вариант. Типа AirPods. Конечно, я их очень хочу. Но пока все свободные денежки я откладываю на новоселье. И довольствуюсь вот такими. Но мне было, на самом деле, важно для себя понять, комфортно ли мне в таких наушниках. Не боюсь ли я, что они выпадут, потеряются, какое звучание и так далее. Но, смотрите, они практически идентичны, да, в настоящем. Настоящие я тоже брала, слушала. Конечно, там кайф. Просто кайф. Обязательно их себе приобрету. Здесь же качество звука соответствующее. Цене 300 с чем-то рублей. Шли они очень долго. И почему-то у меня один наушник работает великолепно. А у второго, прям, знаете, такое тихое-тихое звучание. Хватает этих наушников на 2,5 часа. Потом идет подзарядка. Вот здесь гнездо есть. В комплекте шел шнур. Все хорошо. Этими наушниками я довольна в использовании, но не довольна в плане звучания. Потому что в них реально комфортно. Я вот достану. Они, мне кажется, особо ничем и не отличаются от оригинала. Ссылочку я на них вам точно оставлю. Они есть. Но будьте готовы к тому, что они долго идут. И вот эти вот оригинальные от Xiaomi. Я их тоже хотела. По отзывам они уже стоят 2 с чем-то тысячи. Возможно, у каких-то других продавцов вы найдете повыгоднее. Но они оказались безумно неудобными. Вот что касается звучания. Бомба. Реально обалденное звучание. Музыку слушать одно удовольствие. Но вот эта вот часть, она же должна утопать в ушную раковину. А нет, она торчит. То есть при ходьбе. Если вы тем более будете заниматься спортом, эти наушники будут с вас выпадать. Это очень неудобно. И мне непонятен процесс зарядки. То есть я вот их послушала. Хватает их, по-моему, на 3-4 часа активной носки. А потом вы их заряжаете. И я в следующий раз их достаю. Они разряжены. Не знаю почему. То есть если я хочу, допустим, вечером посмотреть какой-то фильм, мне нужно их вначале зарядить. И только после этого использовать. А не так, что я их достала. Видите, здесь красный огонечек загорелся. И они у меня сенсорные. От этого чуть дороже ценник. Ну и смотрите, какие они по форме. В комплекте шло несколько вот этих вот силиконовых насадок. Вы можете подобрать себе по размеру оушной раковины. Но вот эта вот часть, она очень большая. Я, конечно же, примерю и вам покажу. Не понимаю, как их носить. Как в них заниматься спортом. Хотя там было написано, что ой, классные. Поэтому даже не знаю, девчонки, стоит ли такие брать. Мне кажется, вот эти вот гораздо удобнее. Можно в них тоже разговаривать по телефону. Я уже пробовала, очень удобно. В общем, смотрите, по звучанию огонь. Но по носке отстой. Потому что они очень сильно выпадают. И ты переживаешь, что их где-то потеряешь. В общем, вот такой вот у меня отзыв на наушники. Ссылочки поищу оставлю. Надеюсь, вам было интересно и полезно узнать мое мнение. Что, мы уже в Эльдораде. Давайте посмотрим цены на плойки. Вообще, какие есть. Смотрите, отвитек неплохой. Сейчас посмотрим, что как. Я вот еще думала насчет вот таких вот плойок. Не знаю. О, до сих пор есть вот эти. Для объема. Стоит 4, да? Да, вольем 4,590. Разные плойки. Сейчас посмотрю, как моя есть. Нет, это бейбелиз. Бейбелиз. Кстати, недорого. Но у меня, если я не ошибаюсь, потолще. В общем, разное. Вот так вот вам покажу по ценнику. А с этой стороны листы. Кстати, у меня вот такие дома. Нет, у меня без вот этих вот штучек. На капсулы скидки. Dolce Gusto. А так они почем стоят. У меня просто не такая кофемашина была. Мне нужны были, знаете, какие капсулы? О! Старбакс. Старбакс по 269 рублей. Тоже скидочка. А моих капсул здесь даже нет. Ну, это моя старая была машинка. Давайте покажу здесь, почем. Внизу, смотрите, получается уже непосредственно кофемашины. Сейчас посмотрю, есть такая, как у меня, или нет. Нет. Утюги. Кому нужен утюг, девчонки, смотрите. Вот по скидке от Tefaldo XL. Это воды, получается, много можно залить. Вот такой еще по скидке Redmond. Такой мощный, мощный, сочный. Там как бургер. Ну и вот здесь, наверное, уже более бюджетные модели. А хотя нет, я бы не сказала. Здесь, наоборот, подороже. Вот эти, наверное, классные, да, отпаривать или быстренько погладить. О, вот и нужные вещи. Конечно, гладит с помощью них одно удовольствие. Где там ценники? Вот за 14 от Philips. Вроде на него очень хорошие отзывы. Такие вот. Вот пылесосы. Офигенная вещь, девочки. Я не пожалела, что у меня есть. Он офигенно работает. Я его как раз протестировала. Я могу вам сказать, что это бомба, это спасение. Здесь вот такие, как они называются, мультиварки, да. Вот на Redmond скидочка. С другой стороны вот такие пылесосы. Вот по скидочке есть. Давайте посмотрим, что по скидке. LG. Это вот этот вот, да. Бош. Тут что-то собачка, кошечка нарисованы. 28 тысяч. Что в нем такого? Употребляемая мощность. Сухая уборка. Короче, вот так вот. За 17 вот такой вот есть. Еще смотрите за 12. Ну, мы пришли на самом деле смотреть плиту. Это я чисто вам показываю. Вдруг кому-то что-то нужно. Маман. Мы с вами идем в другой раздел. Здесь у нас холодильники, духовые плиты, стиралки. А ты стиралку присмотрела уже? Нет. А вот это вот получается электрические, да. Что такое? Что-то мне застряло. Смотрите, вот такие. Вдруг кому-то нужна электрическая плита. По скидочке вот такие. Чтобы вам видно было тоже. Вот смотрите, вот эти неплохие по дизайну. Но не знаю, мне кажется, лучше беленькую, да? Как ты думаешь? Я хочу вот так. Стальную хочешь? Вот беленький. Кстати, по скидкам. Давайте поближе посмотрим. Я вам ценник покажу. Тип духовой газовый, комфорки. Стекло дверцы духовки двухслойное. Ну, ценники сфотографируют. Смотрите, вот это вот под старину сделано. С 42 тысячи, считаете, стоит. И вот здесь вот тоже интересные. Вот это выглядит солидно, но она прям широкая. Согласитесь, фирма Bosch вроде неплохая. Неплохая. Сколько она стоит? Я еще почитаю, конечно, отзывы. И вам заодно, смотрите, это Bosch. Она большая еще. Да, большая. А это что за Ханса, да? Фирма тоже неплохая. Ну, тоже нехило стоит 31 тысячу. И смотрите, какие красивые здесь микроволновки. Стильные. Я тебя все равно поймала. А вот они, холодильники. Ценовая политика. Смотрите, вот за 53 тысячи. Это бренд Samsung. А с какой стороны к нему подходить? Сейчас я еще сломаю им холодильник какой-нибудь. Хайер. Слушайте, они не открываются? Или с другой стороны? А, простите, я сейчас вырву холодильник. Вот такой вот он внутри. Заманила меня посмотреть. Вот этот за 64, да? О, а он какой-то интересный. Смотрите, как будто это мрамор. Какой? Вот этот. Ну-ка, ой, какой он интересный. Он как будто мраморный. Мне тоже. Ну-ка, зафиксирую, чтобы... А мы потом изведем. Слушайте, интересно. Ну-ка, дай-ка открою. Смотри-ка. Ой-ой-ой. Не помешивайся. Давай я отойду, чтобы показать. Он довольно-таки вместительный. Угу. Классно, классно. Мне тоже нравится. И классно то, что он вот такой вот под мрамор, да? И в кухне на подружу возьмем. И вот на третий отсек, как хорошо, да? Угу. 52 нормальные. Ну-ка, да. Мы как раз на такую сумму примерно и рассчитывали. А вот в этом что у нас? Там наверное больше. А здесь 64. Тоже зафиксирует ценник. И вы как раз посмотрите. Ну, они в принципе все идентичные внутри. Но мне нравится его внешний вид. Но тот больше. Так что вот такое вот. Вот эти тоже, конечно, классные. Но мне кажется, от отпечатков пальцев потом просто замучаетесь отмывать. Это двухдверные. Не, ну-ка, если вот посмотреть. Здесь вот такой вот отсек. Это сразу понятно, что морозилка. Прям так холодно. Или нет? Просто, видимо, минус четыре. Так. Ладно. Я не буду ломать. Или буду. Нет, не буду. Короче, вот такой. Я боюсь уже открывать. Смотрите, вот такие вот есть варианты. Кстати, мы читали, есть вместе с сушкой сразу. Но это не лучший вариант. Вот эти вот с сушкой, кстати. Видите, какая маленькая стиралочка. Это стиралка? Да, стиральная машинка. Такая малышка. Так. Какой-нибудь кабакей, да? Смотрите, какой летающий корабль. Прямо. Он тебе нравится? За 26. За 26. Это вот этот. Прямо, да? Ну, неплохо выглядит. Просто как был. Первый этот. 6 килограмм. Правда, намного. Мама привлекла вот эту вот модель. Может, у кого-то такая. Напишите отзывы свои. Какую выбрать? Здесь еще есть. И с верхней загрузкой тоже они по скидочке. Вот этот тоже бошь симпатичный нам приглянулся. Я сейчас ценник посмотрю. Да, цены, кстати, адекватные. Мы думали, что стиралки гораздо дороже. Ну, вот такая, конечно, за 100 тысяч нам такая не нужна. Нет, нам особо. Вот смотрите, вот на такие еще скидки. Узкие написано. Ну-ка, узкая, заценим. Ну, реально узенькие. Кастрюли. Внутри мама говорит, вот с такими надо. Не закрывайте летающую машину. А, это индезит просто. Да, это индезит. Ну, а тут еще, смотрите, опять хотела встраиваемые машинки сказать. Все эти швейные машинки. Вот тут есть по скидочке у них. Я как-то неправильно показываю, надо с того угла. Но скидочки есть разные. Сейчас я встану оттуда, покажу вам. Видите, какой красивый ящичек за 1400. 400, вот куча всяких. Но мне они не нужны. А это что такое? Тепловентилятор. То, что нужно. Увлажнители? Да, красивый. Ну да, миленький такой. Теперь мама меня ведет смотреть встраиваемые плиты. Сейчас посмотрим. Меня напрягает, что здесь, конечно, играет музыка, которая может заблокировать. Вот, смотрите. Сразу же выгода по 10 тысяч. Ну, конечно, так смотрится симпатично, правда? Когда вот эти вот включатели здесь. Вот, смотрите, хоп-хоп поставил. Ну, так мне нравится больше, честно говоря. Ну, давай, показывай свой выбор. Я вам пока по ценнику покажу. Но они получаются отдельно, да? Духовой шкаф, вы видите. И вот верхняя варочная панель. Вот тут вот есть по скидочке. И что, плита получается цельная дешевле, да? Да, цельная дешевле. Конечно, на 10-20 будет дешевле. Ну, так симпатичнее. Сколько мы сказали, что это, да? Еще, смотрите, беленькие. Мама почему-то дает предпочтение серебристым. Ну, как бы не было? Ну, еще не отдала, говорит. Вот, я не знаю, вам видно по ценнику или нет. Это я вам показываю духовые шкафы. Ну, вот там чайник. И вот. Мы все-таки склоняемся к бренду Бош. У них все так туго сделано, я боюсь сломать. Не буду вам показывать внутри. Все-таки металлическая, сильно выпачкаться, смотри. На ней, конечно, будут все отпечатки видны. Поэтому я и не хочу такую. Мне вон-то вообще встроенные понравились. Обычные понравились. Обычные, да, понравились? Угу. Ну, эти как-то более современно смотрятся, что ли. Вот, смотрите, встроиваемый холодильник. Вот, я буду пытаться выговорить это слово. Видите, по ценнику. Мне кажется, это отличная идея. Но тогда кухня, да, дороже стоит. Мои почему-то не хотят, но мне нравится такой вариант. Вот, смотрите. А здесь уже электрические. Они, конечно, смотрятся круче. Но там у нас газовая плита. Поэтому мы не можем себе купить вот такую. Вот такой вот ассортимент в магазине Эльдорадо. Так что я очень-очень надеюсь на вас. Подсказывайте мне, что какая фирма. Вообще, в каком магазине вы покупаете. Мы чаще всего в Эльдорадо, потому что близко, да. Если что-то не так, спустилась, узнала. Не надо никуда ехать, тащить недалеко. Вот, пока будем присматриваться. Изучать, конечно, характеристики, ценники, ценниками. Но и надо, чтобы это была хорошая техника. Сейчас мы пойдем в семейный магнит. Нужно что-нибудь на ужин купить. И уже потащимся в гору. Нам надо морковку купить. Она, кстати, тоже по 20 рублей. В ход пошли кабачки. Ну, кабачка поет, наверное. У меня хороший виноград. Люблю дамские пальчики. И смотрите, он по скидочке. Сейчас возьмем его. Мама любит темный. Говорит, что он полезный. По скидке. Ну и ценник арбуза, видите. А нет, это все дыня с другой стороны. Вот, что мы набрали. Свеклу, кабачки, виноград, морковка. Обожаем авокадо. Очень полезные. Сейчас вот так вот. О, кстати, очень выгодно. 100 грамм за 24 рубля. Ну, взять надо, он уже мягкий. Они мягенькие такие, да, некоторые. Есть еще вот такое в авокадо. Вроде тоже говорят, что очень вкусные. Но я не пробовала эту фирму. Они тоже, тоже по той же стане. Три рублей. Надо взять охотничий соус. Потому что он очень-очень вкусный. Вот он, кстати, здесь чесночный, чесночный охотничий. А вот он. Я думаю, две штучки нам будет отлично. Здесь уже вот можно забирать. Что они написали? Сделано с заботой. Кайф! В Мираторг появились котлеты по-киевски. Я еще такие не пробовала. И какие-то беточки нежные. Давайте посмотрим по составу. Вот состав, кстати. Трахмал. Паприка. Ну, интересненький. Обжарить на разогретой сковороде. Может взять, попробовать, да? Любимые сырочки. Кстати, они сейчас по скидке, девочки. Но нету с вишенкой. Очень жаль. Оттанон всякие скидочки. Смотри, там. На йогуртике. В общем, можно выгодно купить. В итоге вот все наши покупки. Пробую, взяли вот эту вот колбаску. Видите, за 99 рублей здесь соличичон и парашютто. Попробуем. Захотелось что-то такого вам на сырки, скидки. Пельмешки очень понравились. Вареники, агрокомплекс.